ЦАГИ Самая большая в Европе аэродинамическая труба Т-101. Рабочая часть ее электрического сечения 24 на 14 метров. Трубу построили всего за три года и запустили в 1939 году. Сейчас в ЦАГИ называют ее отечественным коллайдером. На самом деле труба это гигантский цех. Мощные двигатели прогоняют через него 600 тонн воздуха, разгоняя воздушный поток до 60 метров в секунду. Самолет по сути продувают, чтобы понять, как машина поведет себя в небе. Т-101 является уникальной. Она позволяет имитировать летные условия на земле. В этом цеху в свое время прошли испытания Ту-154 и свет-звуковой Ту-144. Здесь же недавно был испытан перспективный гражданский самолет Суперджет-100. Это первый самолет, созданный российским авиапромом в новое время, с нуля. Машина разработана с учетом всех современных требований и отвечает международным стандартам. Как говорят ее создатели, компания гражданские самолеты Сухова, Суперджет сможет комфортно перевезти 95 пассажиров на расстояние до 4,5 тысяч километров. Та авиатехника, которая уже сегодня и сертифицирована, и серийно производится российскими предприятиями, пока всего лишь отвоевывает те позиции, которые были у еще советского авиапрома. Поэтому те станы, которые традиционно покупали наши самолеты, они продолжают с интересом смотреть и на такие машины, как Ту-204, Ил-96, Ан-148. В то же время самолет Сухой Суперджет рассчитан на поставки по гораздо более широкой географии. Изначально предполагалось, что заказчики лайнера получат его уже в этом году, но самолет только завершил заводские испытания. Сейчас, говорят специалисты, для Суперджета самый ответственный этап – сертификация. Инженеры ЦАГИ уже активно тестируют новую машину. Как раз сейчас переходят к испытаниям крыла, переньги и шасси. Для института Суперджет – один из приоритетных проектов. Создатели машины, в свою очередь, обещают – до конца следующего года самолет получит долгожданный сертификат.